Решение Донецкого апелляционного суда о восстановлении в должности секретаря Родинского городского совета Ольги Тойчкиной так и не выполняется. Местные депутаты в исполком Ольгу Рафиковну не пускают, работе препятствуют. Я должна находиться на своем рабочем месте в стенах Родинского исполкома, но так как меня не пускают, не предоставляют мне мое рабочее место, не оформляют в трудовой книжке, я не опустила руки, я продолжаю свою работу, работая в стенах Родинской музыкальной школы. Сюда к Ольге Тойчкиной и представителям Покровского городского совета ежедневно приходят жители Родинского. Вместе они решают насущные проблемы, строят планы на будущее. Они обращаются по всевозможным вопросам и приходят именно сюда, приходят к нам и ждут помощи именно от нас, от нашей команды. Потому что они знают, что именно Покровский городской голова, Покровский городской совет оказывает действительно помощь не словом, а делом. Дабы облегчить жителям Родинского получение субсидий, Сергей Федоров еще два года назад инициировал тесное сотрудничество с Покровским управлением социальной защиты населения. Федоров побеспокоился и субсидии стали выдаваться в городе Родинске, в исполкоме. Ну, так как молодежная партия не дает им работать в исполкоме, они сейчас находятся в музыкальной школе, и люди идут к ним, и мы так благодарны, что нам не нужно ехать, не выстаивать очереди. Мы приходим сюда в школу, и нас так обслуживают хорошо и культурно. Сегодня такой налаженной и плодотворной работой в выдаче уведомлений о назначении субсидий в музыкальной школе заинтересовались депутаты Родинского городского совета. Помощь жителям города в таком виде их не устраивает. Минут 10 назад пришли 4 человека с молодежной партии. Это Злой, Кихтев, Гробок и Андрейченко. Стали предъявлять мне претензии, на каком основании я нахожусь в стенах Родинской музыкальной школы, почему я выдаю субсидии. С тех пор, как молодежная партия стала руководить в Родинском городском совете, многие работы просто перестали выполняться, в том числе и выдача субсидий. Но, несмотря на это, мы продолжаем выдавать эти субсидии и будем продолжать помогать людям. Новость о том, что выдача уведомлений может больше не производиться в пределах города, а именно в стенах музыкальной школы, обеспокоила Родинцев. Ведь не у всех есть возможность добираться до Покровска, а потом еще несколько часов выстаивать в очереди. Я была недавно, буквально на той неделе, там в Красно-Немецке творится ужасное, людей много. Простояла большую очередь, выстояла, и в итоге ничего не добилась, и уехала ни с чем. Поэтому отправляла почту, даже документы. Вот я могу сказать, что сейчас удобно, сделай, что здесь. А какая разница, в принципе, где их получать? Я здесь 15 минут пробыла, люди приходили, расписывались, получали, удобно. Здесь сделали доброе дело, помогли людям. Почему нет? Услышав мнение людей, нам остается лишь узнать о законности выдачи уведомлений непосредственно у сотрудника Покровского управления социальной защиты населения. На протяжении последних нескольких лет в раздаче извещений людям на получение субсидий на поселке Шевченко, в городе Родинское нам помогают местные власти. Почему? Потому что все знают, какое место сейчас занимает субсидия, как это важно, как это важно все выполнить в определенные сроки. Поэтому своими силами обработать такую массу по выдаче мы не имеем возможности. Работая в этой сфере много лет и проводя эту процедуру много лет, всегда мы так работали, никогда никаких нареканий, вопросов не было. Почему в этом году возник такой вопрос, конечно, судить не мне. Но с моей точки зрения здесь все правильно и законно. Итак, выдача уведомлений производится на законных основаниях. И что самое главное, людям это удобно. А потому возмущение родинских депутатов в отношении этого вопроса остается непонятным.